Вернемся к событиям в нашей стране. Профессиональные приемные семьи появятся в Казахстане уже в следующем году. За такую работу гражданам будут платить зарплату. Сегодня проект представили в Можилисе. Уже есть предварительный список таких профессиональных родителей. 43 семьи. Детали выяснил наш корреспондент Сергей Цель. Профессиональные приемные семьи будут принимать детей вне зависимости от их состояния, минуя детские дома. Предполагается, что такие семьи их полностью и заменят. Государство будет платить зарплату каждому родителю по 70 МРП в месяц. На двоих получается почти полмиллиона тенге. Плюс выплаты на содержание детей. Максимум можно взять четверых. На одного ребенка еще 10 МРП. Это 34 тысячи. Но народные избранники считают, что этого недостаточно. Дети будут обделены. На них не хватит. Это однозначно. И тут невозможно в этой семье будет обеспечить достаток и комфорт. Не одеть, не обуть нормально, не накормить. Ничего. Это невозможно. Наверное, не должно быть ниже, по крайней мере, прожиточного минимума. В министерстве говорят, суммы выплат не окончательные. Возможно, их увеличат. Да и родителям не запрещено работать. Но самое главное, ребенок в такой семье должен быть окружен вниманием и заботой. Приемным семьям сейчас оплачиваем 34 МРП. 35 МРП на каждого ребенка. И то есть желающие, поймите. Ну, вопрос, я думаю, неправильный в отношении денег задаются. Отбор будет жестким. Президенты будут проходить трехмесячную проверку и подготовку. Семья, конечно, может иметь и своих детей. Но в любое время дня и ночи она должна быть готова экстренно принять до четверых приемных. А для этого нужна и соответственная площадь жилья. Как минимум 15 квадратных метров на ребенка. Что касается контроля, то будут и внезапные проверки. Как минимум раз в квартал. Закон будет принят. Понятие профессиональной семьи будет введено. Реализовано оно как правильно, как должно, не будет. Через некоторое время нам скажут, что вы инициировали, что попало. Это не работает. Это все реализовать невозможно. А все будет исключительно потому, что я не хочу говорить, что может быть это намеренно. Но это делается так, что потом будет эффективно. Бывший омбусмен по защите прав детей считает, что в документе нужно указать, как будут работать детские дома в то время, когда их будут вытеснять профессиональные приемные семьи. В идеале они должны трансформироваться в социальные службы, которые будут готовить и сопровождать родителей. Мнение общественницы поддержал и бывший министр образования и науки Асхат Эмагамбетов. В рамках рабочей группы я думаю, что как раз замечательная будет у нас возможность все вот эти шероховатости, может быть какие-то недоработки исправить. Такая возможность у парламента имеется. Поэтому очень вас прошу настойчиво подключиться к этой работе и помочь нашим коллегам. Отмечу, что всего в детских домах Казахстана детей-сирот около пяти тысяч. Причем статистика еще и снизилась в два раза за последние 10 лет. Стало меньше и детских домов. Тем не менее, закон о профессиональных приемных семьях важен и нужен, считают в Минпросвете. Сергей Цель, Ерлик Норахмет, Астана, Первый канал Евразия.